Легендарный современник. В эти дни Улжас Сулейменов справляет свой 80-летний юбилей. Поэт и дипломат накануне удостоился очередной награды – Героя Труда Казахстана. Высшую степень отличия получил он из рук президента. В Алматы литературовед провел несколько встреч. О том, что сподвигло Улжаса Умаровича на время покинуть страну, расскажут наши корреспонденты. Улжаса Сулейменова называют «целой эпохой». Именно его появление в литературе принято считать временем смелой поэзии. Поэзии, которая отражает мысли и боль народа. Сборники стихов «Аргамаки» и «Земля поклонись человеку» почти сразу после публикации заняли достойное место в мировой культуре. Литературные откровения публициста не случайны. Темы далеки от фантастики и скорее граничат с ней наяву. Казалось бы, для этого человека нет творческих ограничений. Улжас Умарович известен как дипломат и политический деятель. Среди прочих признаний на юбилейной встрече поэт рассказал и о том, почему он выбрал труд за границей. Когда увидел, что наша система голосования не дает возможности моей партии чего-то добиться. Как бы я не убедил избирателей в правоте моей программы, власть не позволит ей победить. Нам с такой демократией, с моделью западной демократии надо повременить. Улжас Улеменов запомнился многим как лидер движения «Невада Семей». Известно, что благодаря его общественной роли был подписан указ о закрытии ядерного полигона. Люди это помнят и в канун юбилея поздравляют его и благодарят. Улжаса можно принимать по-разному, но не заметить его нельзя. Я, к примеру, всегда подчеркиваю нашу дружбу с Улжасом. Это даже придает авторитет. Юбиляр и в свои 80 лет полон силы и энергии. Сейчас он работает над очередным проектом и обещает быть в строю. Сегодня, как и всегда, публика встречает и провожает легендарного современника стоя. Оскар Медыбаев, Даньяр Жусупов, Информбюро, 31 канал.